В эфире наши новости в студии Александра Пермякова. Здравствуйте! И вот о чем мы будем говорить в сегодняшнем выпуске. Оказывают ли промышленные предприятия САГСКОГО района негативное влияние на окружающую среду? Местные жители провели общественные слушания, на которых обсудили интересующие их вопросы. Стадион «В подарок» в Симферопольской школе номер 30 сегодня открыли новую спортивную площадку. Ищем несколько площадок для таких кластерных стадионов, где, может быть, и стадионы, и ФОК, функциональный комплекс спортивный. Серийный убийца из Севастополя приговорен к пожизненному лишению свободы. Павел Бондаренко признан судом виновным в четырех убийствах, трех изнасилованиях и в покушении на изнасилование, а также в насильственных действиях сексуального характера и двух кражах. Подсудимый будет находиться в колонии особого режима. Это первый пожизненный приговор в Севастополе в законодательном поле России. Он пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде Российской Федерации. В селе Леснов Касакского района прошли общественные слушания. На собрании граждане задали властям интересующие их вопросы, а также узнали о развитии сельской инфраструктуры. Как стало известно, благодаря сотрудничеству муниципальных властей и представителей промышленных предприятий района, местные населенные пункты испытывают дополнительную финансовую поддержку. Главные темы общественных слушаний, которые сегодня прошли в селе Леснов Касакского района, деятельность промышленных предприятий на территории поселения, их влияние на окружающую среду, экономику, а также занятость граждан. Как отмечает директор строительной компании, специализирующейся на добыче песчаногравийной смеси Ольга Симоненко, благодаря программе ФЦП выросла потребность в добыче материалов. Ведь сейчас в Крыму осуществляется ряд крупных строительных проектов. В настоящее время мы поставляем наш песок практически на все социально значимые объекты. В аэропорт, на дороги, детские сады, школы, больницы, очистные сооружения и дамбы. Я уверена, что благодаря тому, что разведываются новые местные месторождения, федеральная программа развития Крыма будет выполнена в срок. Конечно, возникает логичный вопрос, какая польза от этого жителям близлежащих населенных пунктов. Спикер уверяет, людям не следует искать одни негативные стороны. Сейчас на его предприятии уже трудоустроено более 10 человек. Все они жители села Лесновка. Наряду с этим несколько других крупных компаний по добыче полезных ископаемых также приглашают на работу местных аборигенов. Первый заместитель министра экономического развития республики отмечает, промышленные предприятия являются двигателями развития крымских поселков. Мы посещаем различные населенные пункты в Ореховском сельском поселении, сейчас в Лесновском сельском поселении. Огромное количество проектов нужно делать. Нужно включать населенные пункты в большую перечень федеральных программ, республиканские программы. Благодаря таким поездкам мы в том числе уточняем и те механизмы, те методы работы, которые применяет Министерство экономического развития. Наталья Чабан отметила, все нацелено на то, чтобы в ближайшее время жизнь в поселках изменилась в лучшую сторону. В некоторой степени это происходит уже сейчас. Например, руководство промышленных предприятий подарило Лесновскому сельскому совету сертификат на строительство двух детских площадок для самых маленьких. Помимо этого, большое внимание уделяется природоохранному вопросу. В местной школе создан так называемый экологический десант. Мы узнаем больше о природе, узнаем о производстве всяких материалов, защищаем ее. Иногда бываем, убираем, выходим на субботник. И вообще нам лучше пристерегаться загрязнений, потому что мы в школе больше... Ой, ну не в школе, мы на всей земле очень сильно мусорим. Нам сказал учитель, чтобы мы помогали ему убираться на территории школы, ездить на мероприятия. Ребята делятся. Недавно им посчастливилось побывать возле строительной площадки нового терминала Международного аэропорта Симферополь. Там своими глазами они увидели, как используют материалы, добытые в карьере Сакского района. Нашей съемочной группе удалось посетить один из крупнейших промышленных комплексов Крыма по добыче песчаногравийной смеси. Зимснаряд взрыхлевает песок, смесь воды и ПГС намывается на карту намыва. То есть остается чистый, незагрязненный водоем. Далее этот ПГС после того, как вода с него стекает, отстаивается, перевозится на первичный завод первичной переработки, на вот эту вот линию. Олег Симоненко подчеркивает, работа карьера – это практически безотходное производство. Местным жителям беспокоится нечем, ведь в Российской Федерации контроль за сохранением природы на особом уровне. Крымские общественные организации встретились, чтобы обсудить способы борьбы с коррупцией в сфере государственных закупок. Особую тревогу у специалистов вызывают закупки продуктов в образовательные учреждения республики, детские сады и школы. Чтобы хоть как-то исправить эту ситуацию, нужно сделать систему закупки прозрачной. Благодаря этому можно будет в любой момент проверить честность в процедуре закупок. Так, например, уже проводятся отборы проб молочной продукции, которую приобрели по этой системе. За 120 выездов общественная комиссия в 15 городах Крыма выяснила, что 48% – фальсификат. Чтобы уменьшить это число, общественники уверены, нужно брать контроль в свои руки и работать вместе с профильными ведомствами. Это контроль от поступления пищевой продукции в образовательные учреждения, то есть наличие необходимой документации, которая сопровождает продовольственное сырье, до момента приготовления и выдачи, так скажем, блюд. В одной из школ Симферополя сегодня отмечают день рождения. К 45-летию здесь появился новый стадион. Поздравить школьников и педагогов, а также открыть спортивную площадку на территории 30-й школы приехали гости из администрации Крымской столицы. Какие спортивные планы у муниципалитетов на следующий год и ближайшую неделю? В школе номер 30 сегодня день по-спортивному особенный. Здесь появился новый стадион, оборудованный по современным стандартам. Беговая площадка и поле для игры в футбол. Что может быть лучше? Да еще и ко дню рождения. Власти Симферополя говорят, что развитие спорта в столице – приоритетная задача. И было бы хорошо, если бы такой стадион был при каждой школе. Сегодня муниципалитеты анонсируют, что это не единственный стадион. На следующей неделе будут открыты новые спортплощадки при школах. Заявляют и о планах на следующий год. Ищем несколько площадок для таких кластерных стадионов, где, может быть, и стадионы, и ФОК, функциональный комплекс спортивный, и малые поля, и площадки для воркаута, и для нормы сдачи ГТО и так далее. Ученики и преподаватели теперь смогут здесь развивать свои физкультурные способности. В школе такому подарку рады и благодарны. За этот замечательный праздник, который они подарили нашим детям, за ту возможность, которую они предоставили, чтобы ребята нашей школы и не только нашей школы смогли поднять, наверное, свой спортивный дух, свои результаты спортивные. Ну, а учителя будут стараться и готовить наших ребят к сдаче норм ГТО. Игорь Лукашев наградил грамотами и статуэтками команду школы за футбольные достижения. Возможно, с появлением такой спортплощадки в будущем спортивных успехов станет больше. Крымские инвалиды за 2017 год получили средства технической реабилитации на 220 миллионов рублей. В эту сумму входят коляски, противопролежневые матрасы, слуховые аппараты и протезы. Даже в конце года страховщики выдают спецсредства. Сегодня их получили пациенты Симферопольского пансионата для престарелых инвалидов. Инвалиды – это те граждане России, за которым необходим особый уход. Они нуждаются в постоянной заботе. Кроме внимания близких и властей, им нужны средства, которые позволяют скомпенсировать возможности, ограниченные у этих людей. Фонд социального страхования совместно с республиканскими властями озабочен тем, чтобы у каждого инвалида Крыма были новые и качественные средства технической реабилитации. Только в 2017-м на это направление выделили 220 миллионов рублей. Фонд в очень тесном взаимодействии с комитетом госсовета по республике Крым по делам ветеранов и инвалидов проводит вот это не разовая акция. Мы очень часто бываем в этом интернате и всегда совместно привозим, выдаем эти технические средства реабилитации инвалидов. В данный момент мы закупили и произошла поставка в республику Крым хороших колясок, 1416 штук. В Крыму проживает более 125 тысяч человек с ограниченными возможностями и, к сожалению, власти не всегда могут вовремя предоставить все необходимое. Тогда родственникам приходится за свой счет приобретать коляски, протезы, слуховые аппараты и другие средства, без которых этим людям становится жить еще сложнее. Однако государство компенсирует подобные траты. На это парламент выделил фонду соцстрахования 109 миллионов рублей в 2017 году. Правительство Крыма сегодня заинтересовано и работает в этом направлении в плане того, что нужно делать добрые дела, как говорит Владимир Андреевич Константинов, председатель государственного совета, что вот такие добрые дела, они приносят положительные результаты и положительные плоды. Планируется в этом году еще нам завершить этот плановый год, вручить несколько автомобилей, порядка, по-моему, трех автомобилей. Это по линии получения инвалидности при производственной травме. Сейчас вот такая вот существует тенденция. Кроме технических средств реабилитации нельзя забывать и о том, что человек с ограниченными возможностями всегда мог без затруднений выбраться из дома, попасть в любой магазин, заведение и учреждение. Для этого крымские власти проведут заседание, посвященное программе доступной городской среды. Уже 25 декабря этого года они обсудят планы по развитию республики как комфортной территории для людей с ограниченными возможностями. Примером послужит город Саки, известный большим количеством инвалидов. Никита Егоров, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Мы продолжаем эфир. Смотрите во второй части выпуска. Заброшенные здания рядом с территорией и незаконно построенные гаражи. Столичные администрации обещают помочь решить проблемы 39-й школы. У каждой школы должна чем-то отличаться. Школы стараются, работают над этим. Мы это только приветствуем. Я думаю, что это правильный подход. Органы ЗАГСа отмечают столетие. Сотрудники поделились интересными фактами о деятельности своей структуры. Само кольцо – это символ счастья, символ солнца, символ бесконечности любви. Администрация Симферополя заботится о том, чтобы представители всех конфессий, которые проживают в крымской столице мирно, сосуществовали. Для этого городские власти организовали заседание, в котором духовные лидеры симферопольцев презентовали итоги своей работы и назвали проблемы, которые еще предстоит решить. Крым – многонациональный регион, в котором живут представители всех основных религий. У каждой конфессии есть свои традиции и проблемы, которые могут не понять другие. Способы отправления культа, праздники, молитвы и даже правила захоронения. К сожалению, не всегда удается угодить представителям всех религий. Именно для этого и нужны подобные заседания, на которых поднимаются проблемы. Например, вопрос расширения кладбищ. Обещали расширить, но этот вопрос тянется. И кроме этого, еще хотел бы с точки зрения религиозного сказать одну вещь. Сейчас говорят, что у нас в городе есть Абдал, хороним, кто городский, и все Абдал. С точки зрения ислама, то есть мы не можем объяснить человеку, когда он нам приходит и говорит, я хочу, чтобы меня похоронили возле моей матери, или возле своей жены, или возле мужа. А получается, что это очень важно с точки зрения религии, чтобы они рядом лежали. Вопрос захоронения, согласно всем законам, которые диктует религия, есть не только у мусульманской общины, но и у представителей всех конфессий. Так, например, люди, которые исповедуют православие и живут по его канонам, хотят, чтобы их захоранивали на особом кладбище. Этот вопрос поднимают не только прихожане православных церквей, но и сама епархия Симферополя и Крыма. Сегодня я обращаюсь всем здесь присутствующим к главе нашего города с тем, чтобы рассмотреть вопрос о решении, наконец, этого вопроса об определении определенного места и условий захоронения именно тех, кто, может быть, выражает при жизни свои такие пожелания, кто, может быть, готовится к переселению в вечность, ну и тех, кто, в общем-то, этот вопрос интересует. Кроме того, людей волнует и состояние зданий, в которых они молятся. Так, например, синагога Нертомит, которая находится на улице Сергеева Ценского, построена еще в позапрошлом веке. Реставрации сооружения не знала уже давно, как и многие церкви, храмы и мечети. Никита Егоров, Служба новостей и ТВ. Проблемы образовательного процесса в Симферополе на контроле администрации. В уходящем году столичный градоначальник успел посетить большинство школ и дошкольных учреждений. На этот раз Игорь Лукашев инспектировал 39-ю школу. Традиционно власти выявили основные проблемы, нуждающиеся в разрешении, и разработали план помощи руководству. По традиции глава администрации детально изучил инфраструктуру школы, посетил спортзал и пищеблок. Основная проблема этого учебного заведения не внутри, а снаружи. Заброшенные здания, несанкционированные гаражи. Власть возьмет решение этих вопросов на контроль. 39-й школе в следующем году исполнится 55 лет. Здесь углубленно изучают иностранные языки и гуманитарные дисциплины. В этом месяце появился попечительский совет, который провел первое заседание. В попечительский совет вошли как наши родители, дети которых обучаются в нашей школе, так и люди, которые заинтересованы в нашей школе. Мы планируем с попечительским советом провести большую работу по укреплению материально-технической базы, а также провести работу по работе и с одаренными детьми, и с детьми, которые относятся к льготным категориям. В нынешнем году глава столичной администрации, заступивший на пост в октябре, успел ознакомиться с работой большинства школ и детских садов. У каждого образовательного учреждения должна быть своя особенность такой позиции. Придерживается симферопольский градоначальник, и многие школы соответствуют этому требованию. Много школ очень специализированы, которые с углубленным изучением языка. Есть школы, которые имени кого-то. Мы приезжали в школу предыдущую, имени Маргелова. Важно и соответствующий попечительский совет, соответствующее кураторство. Поэтому каждая школа должна чем-то отличаться. Школы стараются, работают над этим, и мы это только приветствуем. Я думаю, что это правильный подход, если будут какие-то специализации. Параллельно в администрации занимаются выбором подходящих мест для организации работы модульных детских садов. Открывать такие намерены на пригодных территориях школ и уже действующих дошкольных учреждений. В следующем году властями Симферополя будет реализована специальная программа, направленная на борьбу с нехваткой мест в детсады. Парас Бризицкий, Сурбоновостей, ИТВ. Органам ЗАГСа в этом году исполняется 100 лет. В честь праздника в Симферополе прошли торжественные мероприятия во Дворце культуры профсоюзов. Работников ЗАГСа поздравили яркой концертной программой, а они, в свою очередь, поделились интересными фактами о деятельности своей структуры. Подробности у Анны Волиной. История органов ЗАГС берет свое начало с 1917 года, с даты принятия декрета ЦИК и Совета народных комиссаров РСФСР от 18 декабря 1917 года. О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния. За 100 лет эта структура стала неотъемлемой частью нашего общества. При том, что это ведомство взяло на себя функцию фиксировать и трагические моменты в биографии человека, свадьбу за эти годы сыграло не одно поколение людей. И все эти радостные события регистрировали работники ЗАГСа. Сегодня те, кто имеет непосредственное отношение к этому знаменательному дню, поздравляют друг друга и обмениваются опытом. А в честь праздничной даты руководство регистрации гражданских актов утвердило специальные акции для супружеских пар. Акция «С любимыми не расставайтесь». Мы ее планировали проводить месяц, но она настолько была востребована, что мы ее продлили на два месяца. И за этот период мы провели более 260 зеленых свадеб по специальным сценариям, то есть для каждой пары отдельно, и более 160 юбилейных обрядов для юбилеев с различным стажем семейной жизни. Интересные нововведения в области семейных отношений принадлежат Петру Первому. Царь пытался изменить положение женщины в русском обществе. Он запретил насильственную выдачу замуж и женитьбу. Предписывалось, чтобы между обручением и венчанием был не менее чем шестинедельный период, чтобы жених и невеста могли лучше узнать друг друга. Если за это время кто-то из них передумает вступать в брак, то быть в свободе. Самой невесте, а не только ее родственникам, было предоставлено формальное право расторгнуть обручение. Причем ни одна из сторон не имела права возразить. Традиция носить обручальные кольца в знак любви и преданности сформировалась уже очень давно. Это еще на самом деле от древних славян идет. То есть уже определенный знак о том, что человек не свободен, что он занят, что он в семье, что у него есть определенная социальная роль в обществе. Ну и само кольцо – это символ счастья, символ солнца, символ бесконечности любви. Оно не имеет ни начала, ни конца. Именно с момента государственной регистрации брака государство на себя берет обязанность по защите прав и соблюдению обязанностей, то, что касается участников семейных отношений. По Крыму действует 25 ЗАГСов, в которых постоянно регистрируют новые семьи. За 11 месяцев текущего года законными супругами стали более 12 тысяч крымских пар. Сотрудники отмечают, в последнее время браки заключают более взрослые пары. Однако и некоторые представители молодежи к институту семьи относятся положительно. Для меня вообще тема семьи – это очень важная тема и очень такая трогательная. И, конечно же, хотелось бы тоже уже создать свою семью. Я за то, чтобы все-таки узаконить свои отношения, потому что все равно как-то меняется отношение друг к другу. Мы понимаем, что мы уже семья, у нас одна фамилия. Работников ЗАГСа поздравили с годовщиной песнями и танцами, а также от лица власти Крыма вручили цветы и благодарности за усердный труд. Анна Волина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ С 23 ноября по сегодняшний день учащиеся шестых и седьмых классов симферопольских школ определяли сильнейшую в спортивном соревновании, посвященном столетию образования Федеральной службы безопасности. Самых ловких и талантливых ребят чествовали представители столичной власти, погранслужбы и спортивных организаций. Кроме дипломов и грамот, ребята получили абонементы на посещение развлекательных мероприятий. Кто бегает быстрее сверстников, мечи стреляет и проворнее играют в футбол, определяли ученики 17 школ Симферополя. Масштабный спортивный турнир был приурочен к столетнему юбилею создания Федеральной службы безопасности. Лучшие по его итогам получили заслуженные призы от организаторов. Патриотическое воспитание молодежи у нас как бы всегда являлось основным направлением деятельности, потому что подрастающее поколение это прежде всего наше будущее, которое придет на смену и в дальнейшем пополнит наши ряды и будет выполнять задачи как по обеспечению безопасности страны, так и по охране государственной границы. Спортивное соревнование в первый же год проведения стало одним из наиболее масштабных в Симферополе. Во всех школах на предложение погранслужбы блеснуть спортивными талантами отреагировали с энтузиазмом как руководители, так и сами ученики. Эта идея возникла еще в прошлом году, потому что мы проводили сначала между тремя подшипными нашими школами, где мы проводим уроки мужества, родилась идея сделать между этими школами соревнования. В процессе соревнований мой учитель физкультуры, который до сих пор работает в 12-й школе, рассказал, что это первые такие соревнования между тремя школами. После этих слов родилась идея по поводу проведения общегородских соревнований по футболу среди 6-7 классов. В городе Симферополе проходит очень много спортивных соревнований и мероприятий, которые посвящены военно-патриотическому воспитанию. Также в школах города мы стали такими активными участниками открытия кадетских классов. Более 13 школ уже открыли кадетские классы. Сегодняшний день еще раз показывает о том, что все те организации военные, спортивные, которые есть в Республике Крым, которые активно уделяют внимание школам города в продвижении патриотического воспитания и, конечно, поднятие вот такого физкультурного и спортивного духа. Турнир проходил в несколько этапов. В состав каждой из команд входило 10 спортсменов, поровну юноши и девушек, а также учитель физкультуры в качестве тренера. Чтобы рассчитывать на победу, необходимо было сохранять концентрацию в каждом туре. В случае осечки лидеры могли в одночасье утратить позиции. На первом этапе мы заняли первое место. Мы победили три команды. К сожалению, сегодня мы проиграли и заняли четвертое место. Но у нас просто была некая ошибка в первом, и мы морально просто сдались. И поэтому все последующие этапы мы проиграли. Но ничего, мы не сдаемся. И на следующих соревнованиях мы 100% уверены, победим. Будем подготавливаться и займем первое место. Первое место по итогам спортивного старта заняла сборная 34-й школы. Серебро и бронзу завоевали соответственно учащиеся 12-й и 21-й школ. Победители получили не только грамоты и дипломы, но и абонементы на посещение развлекательных мероприятий, проводимых на территории столицы. Вскоре пройдет еще одно патриотическое соревнование, уверяют организаторы. На этот раз борьба развернется на баскетбольной площадке. Тарас Березицкий, Евгений Стариков, Служба новостей, ИТВ. Таковы новости сегодняшнего дня. Оставайтесь на телеканале ИТВ и вместе с нами узнавайте больше интересного. А я прощаюсь. Всего вам доброго.